Шведская компания Ocean Sky анонсировала новый туристический продукт для богатых и искушенных клиентов. На базе Air Lander 10, инновационного и самого крупного дирижабля современности, будет построен круизный воздушный корабль для путешествий на Северный полюс. Он должен стать альтернативой существующим поездкам в эту уникальную точку планеты на российском атомном ледоколе 50 лет победы. Преимущества дирижабля перед ледоколом – скорость движения и свобода маневра. Большая часть полета пройдет на высоте 800 тысяч метров. Старт состоится в аэропорту Свальбард, Шпицберген. Финиш там же. Весь тур займет примерно 30 часов, включая высадку на полюсе. Air Lander 10 в круизном арктическом исполнении получит обзорный отсек, где большая часть конструкции состоит из прозрачного пластика и стекла. Здесь разместится Sky Bar – зона отдыха с барной стойкой, откуда удобнее всего наблюдать за пейзажами внизу. Правда, смотреть в Арктике особо не на что – льды, торосы и суровая ледяная пустыня, поэтому путешествие сделано максимально кратким. На самом полюсе пассажиров будут ждать традиционные развлечения, игры, фотосессии, специальный полярный обед. Предполагается, что на борту смогут находиться 18 VIP-пассажиров плюс команда дирижабля. О цене билета ничего не известно, но схожее путешествие на ледоколе стоит 30 тысяч долларов с человека, и вряд ли полет на дирижабле обойдется намного дешевле. Велосипеды на вырост не являются чем-то новым в индустрии детских игрушек. Однако велосипед Monkey Cycle все же выделяется на общем фоне. Причина в его необычной модульной конструкции, которая сопровождает ребенка от коляски для грудничков до велосипеда для шестилеток. Итак, первый вариант Monkey Cycle – детская коляска. В ней предусмотрен задний тормоз и сумка для хранения. Как утверждают разработчики, она будет готова к производству уже через 6-8 месяцев. Следующие три варианта составляют базовый комплект Monkey Cycle. Это простой двухколесный велосипед с регулируемым по высоте сидением. В базовом комплекте находятся педали, которые устанавливаются в специальное гнездо, когда ребенок уже сможет ими пользоваться. Затем трехколесный комплект для создания трайка. Помимо третьего колеса в него входят несколько деталей, изменяющих его конфигурацию до квадроцикла. Квадроцикл – самая старшая версия Monkey Cycle для детей в возрасте до 6 лет. Максимальная высота его сидения 64 сантиметра. Monkey Cycle доступен на Kickstarter по цене 249 долларов за базовый и 349 долларов за полный комплект. В начале компании цены были несколько ниже, поэтому первые комплекты раскупили очень быстро. Начало продаж запланировано на март 2019 года. Для того, чтобы заниматься разработкой новых приложений для нейронных сетей и систем искусственного интеллекта, было неплохо иметь их под рукой, хотя бы для промежуточного тестирования своего кода. Увы, большинству рядовых пользователей это не по карману, поэтому Intel разработали платформу для создания и обкатки прототипов ИИ. Первая версия системы Neural Computer Stick вышла в июле 2017, а недавно был анонсирован второй выпуск. Neural Computer Stick 2 поставляется на обычном модуле флэш-памяти под интерфейс USB 3.0 и содержит модуль Intel Mavideos Myrant X VPU. Это эмулятор работы нейронных сетей, в котором можно создать прототип своего ИИ, проверить его работу и подготовить к переносу на реальные рабочие платформы. Список обширен и содержит большую часть устройств, где используются ИИ-технологии от Intel, от систем компьютерного зрения до интернета вещей. Если ресурсов одного NCS 2 мало, можно вставить в свободный USB-разъем еще один, и система поддерживает инструментарий OpenVINO и обеспечивает удобную работу с большим количеством информационных пакетов. Количество новшеств в сравнении с первой версией ИИ на флэшке впечатляет, но одновременно и является своего рода фильтром. Освоить технологию и начать разработку своих решений для ИИ не так-то просто. Нужно действительно разбираться в вопросе и иметь желание учиться. Самый весомый плюс NCS 2 в его цене, которая составляет всего 100 долларов. Презентация рабочей версии летательного аппарата BlackFly состоялась в Калифорнии в июле месяце. Теперь же стали известны дополнительные подробности о проекте. Так, его расчетная дальность полета составит около 40 километров, а максимальная скорость 100 километров в час. В описании говорится, что это одноместный аппарат с 8-винтовой двигательной установкой, распределенной на два крыла. Прямо сейчас в разных концах света разрабатывается множество проектов летающих автомобилей, и даже сам Ларри Пейдж одновременно инвестирует средства в конкурирующий стартап. Персональный летательный аппарат Kitty Hawk. Как и Kitty Hawk, BlackFly правильнее называть не автомобилем, а авитолом, поскольку ни тот, ни другой аппарат не могут двигаться по дорогам, а взлетать и приземляться для него идеально с ровной поверхности. В то же время для полетов на BlackFly не потребуется получение лицензии пилота, но придется пройти программу подготовки. Проектировщиком летательной машины BlackFly выступает компания Open Air из Palo Alto. Первые испытания одноместного самолета проведены в Канаде, где местное управление гражданской авиации выдало разрешение на его эксплуатацию. За счет способности вертикально взлетать и садиться, мультикоптер BlackFly сможет подняться в воздух и приземлиться в любой точке, будь то населенный пункт или пересеченная местность. Причем садиться он сможет как на грунт, так и на водную поверхность. Стоит отметить, что пока регуляторы разрешили использование аппарата только за чертой города. Но самое интересное то, что стартап обещает выпустить свой одноместный электросамолет, по цене которой не превысит стоимости обычного кроссовера. Первые модели, по словам компании, должны будут поступить в продажу уже в следующем году. В прошлом роскошная езда ассоциировалась с личным шофером. Перепоручить ответственность вождения лимузина, люксового седана или кроссовера верхнего ценового сегмента, нанятому водителю могли себе позволить немногие. Сегодня признаком роскоши уже может быть поездка на автомобиле-беспилотнике, и Рено готово стать лидером в этом направлении, предложив использовать концепт автономного EZ Ultimo с электрическим двигателем как высокотехнологичную и роскошную альтернативу Uber. Французская компания выводит на новый уровень представление о каршеринге. В прошлом году Рено представила электромобильный концепт Symbiose, предназначенный в равной мере как для обычных поездок, так и для развлечений и отдыха. А в этом году она развивает серию умных машин EZ. Электрокар EZ Go показал первые наметки использования автономного транспорта для сервиса совместных поездок по городу. EZ Pro предложил удобное решение для беспилотных доставок курьерских служб и магазинов. И вот теперь EZ Ultimo дает представление о том, как может выглядеть каршеринг в верхнем ценовом сегменте. В отличие от шестиместного электромобиля EZ Go, который в скором будущем сможет конкурировать с Uber в обслуживании городских и пригородных вызовов, EZ Ultimo с двумя или тремя посадочными местами будет биться за клиентов ниши лакшери такси и сервиса лимузинов. В Рено поясняют, что серия EZ стала ответом на запрос рынка на каршеринг, как изменение парадигмы мобильности в городах. Несмотря на наличие всего двух или трех посадочных мест, Корпус EZ Ultimo имеет 5,7 метра в длину и колесную базу в 3,88 метров, благодаря чему салон автомобиля по-настоящему просторный и комфортный. Ripsoe EV3 F1 Танком можно назвать весьма условно. Общего со своими боевыми собратьями у него разве что характерные гусеницы и мощный полутора тысячесильный двигатель. В основном же Ripsoe EV3 F1 – это спортивное скоростное транспортное средство, предназначенное исключительно для состоятельных любителей драйва и острых ощущений. Сердце мини-танка двигатель Hellcat мощностью аж полторы тысячи литров. Чудеса скорости и маневренности стали возможны благодаря высокоскоростным гусеницам и гоночной подвеске. В списке чудес – головокружительный дрифт на поворотах, полетные прыжки, ничем не уступающие тому, что показывают опытные мотогонщики во время байк-шоу. Разработчики Ripsoe EV3 F1 из компании Ho & Ho определили свое детище как одноместную танковую платформу для активного отдыха, длиной 2,4 метра и весом 3315 килограмм. Учитывая экстремальный характер езды на мини-танке, для водителя предусмотрены ремни безопасности и кабина, больше всего напоминающая кабину реактивного истребителя. Сразу стоит оговориться, покататься на Ripsoe EV3 F1 смогут далеко не все. Цена суперманевренного мини-танка начинается от 500 тысяч долларов. Существуют места, где использование беспилотников категорически запрещено. К ним относятся аэропорты, тюрьмы, правительственные и военные объекты. Но даже самые строгие запреты не останавливают нарушителей. Тогда в действие вступают беспилотники-истребители. Дрон-кетчер – детище голландской компании Delft Dynamics, созданное при поддержке военной национальной полиции, Министерств безопасности и юстиции Королевства Нидерландов. Главное оружие мультикоптера в борьбе с нарушителями – сеть с тросом. Обнаружение осуществляется с помощью радара, акустической системы или визуально. Оператор с земли подводит дрон-кетчер к цели, используя встроенные датчики и камеры наблюдения. После этого дрон-кетчер выстреливает сеть и нейтрализует нарушителя на дальности до 20 метров. Если у охотника достаточно мощности, то он доставляет добычу в установленное место с помощью троса. Если же нарушитель слишком тяжел, дрон-кетчер аккуратно спускает его на парашюте. Вес дрона-истребителя – 6 килограмм, скорость полета – 20 метров в секунду. Зарядки аккумулятора хватает на 30 минут полета. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова